Всем привет, друзья! С вами Верпер Геймс и сегодня мы с вами посмотрим на новенький Кампанзер 50Т под управлением такого вот знаменитого стримера, да и вообще очень толкового бойца с ником ProSkillWodBlitz. Если что, то ссылку на его канал я оставлю в описании, не стесняйтесь, переходите. ProSkill это действительно очень серьезный игрок, у него всегда очень внушительные показатели, так что милости прошу. Ну и конечно же, друзья, можете также перейти на мой телеграм-канал, который я недавно создал, ссылка на него также будет в описании. В общем, ладно, мы с вами видим, что в самом начале наш герой заехал на балкончик, дал один выстрел, словил лампу и как-то вот сильно не пытается высунуться, потому как опасно. Тем временем сзади обнаруживается тестолетик, который сидит там на адреналине весь, пытался этот малютка пострелять, но, как говорится, не тут-то было, родной. Ой, еще раз залетает, хорош, куда-то там вообще в пиксель прилетело по этому малявчику. Счет, кстати говоря, пока что 0-0. Слева вроде бы никого нет на этом направлении, поэтому наш герой выдвигается на перехват маленького, но очень злостного тестолетика. И да, вот он, смотри-ка, выкатывает, ловит в борт одно непробитие. Вот тестолет это, конечно, та еще имбень в плане каких-то там непробитий непонятных. Да, к сожалению, он уезжает по своим делам, но, видимо, у него там есть более важные дела. Ну и пока суть до дела, проскилл, пользуясь возможностью, передает еще и приветик по Е-75. Да, хорош, минус Е-75, счет уже 2-2. Но тактически наша команда, к сожалению, проигрывает. Тут еще и залетает по К-91. Наши продолжают тусоваться на балкончике. ТВП дежурит справа на направлении СТ. Мне кажется, что нашему ТВП можно было бы даже захватить точку С. Ну а тем временем счет уже становится прямо-таки в пользу команды красных. Наш герой понимает, что быковать, наверное, ему не стоит. Команда просто берет и сливается. Поэтому проскил решил занять высоту и с нее попытаться что-нибудь интересненькое предпринять. Да, вон мы видим там, ну, все такие заряженные, хэповистые ребята. У всех много ХП. Вот ТВПшка проехала, удалось по ней просадить. Счет уже становится 3-4. Тут еще Е-100 подставляется. Но, к сожалению, снаряд нашего 50Т улетает вообще непонятно куда. Да, ситуация, конечно, такая себе. Сейчас вот наш последний союзничек откиснет. И наш герой останется один против четырех. А вообще было очевидно, что закатывать во всю эту шайку-лейку такое себе занятие. Лучше где-нибудь засесть и пытаться их как-то на себя забайтить. Вот выкатывает уже Е-100. Ловит в НЛДшку. Наш герой стреляет голдой. Е-100 куда-то кидает мимо. Надо еще раз его пытаться просаживать. Да, хорош. Второй раз залетает по нему на 323. Но проблема в том, что у Е-100 еще слишком много ХП. К сожалению, он не шотный и даже не двухшотный. Тут же справа выкатывает ТВПшка. Ну-ка, ну-ка. Оп, хорош на 330. Ну и ТВП на этом, видимо, скоро закончится. Сзади закатывает К-91. Ну, явно, ребята, немножко не рассчитывали на такой исход событий. ТВП выезжает. Начинает реализовывать свой барабан. Два снаряда он уже зафейлил. Ну и два, к сожалению, пристроил с уроном. Но в любом случае он улетел в ангар. Правда, у нашего бойца осталось всего лишь 700 ХП. Так что, знаешь, подставляться под прострелы ему категорически теперь уже нельзя. Ну и, конечно же, пока наш герой разбирался с К-91 и ТВП, по его душу подъехал Е-100, который дает не пробитие, но также закатывает грилятина, которая, к сожалению, очень сильно просаживает нашего бойца. Он еще и проигрывает по очкам, поэтому надо здесь что-то делать. Он сейчас пытается уехать, но явно уехать у него не получится, поэтому он начинает крутить грилятинку, которая дурилка такая быканула, но, как мы с вами видим, зря. Ну и на этом песенка этого гриля заканчивается. Хорош минус гриленыш. 930 очков превосходства тем временем накапало у противника, поэтому нужно как-то, как можно скорее, минусовать Е-100 и при этом еще и самому не улететь в ангар. И да, хороший эстонец тоже не пробивает нашего бойца, но, к сожалению, это не решает проблему того, что у противников уже накапало 1000 очков превосходства. В общем, друзья, вот такая вот бойня, вот такой вот Кампанзер 50Т новоиспечен. Ну как новоиспечен? Он уже давно был за сундуки, точнее не за сундуки, а в сундуках. Но такое вот более-менее широкое распространение он получил только недавно. Также, друзья, обязательно пишите, что вы думаете насчет этого танчика. Ну и, конечно же, напоминаю, что в описании есть ссылка на канал нашего сегодняшнего бойца. Не стесняйтесь, переходите, знакомьтесь с его творчеством и учитесь новым фишечкам вот Блиц. Ну, теперь уже, наверное, в танках Блиц. Также, друзья, напоминаю, что там же в описании есть ссылка на мою телеку и туда было бы тоже неплохо подписаться. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.